Привет, мои дорогие! Приветствую вас на канале Ирина Чекрива. Спасибо вам большое за поддержку канала, за подписку, за ваши лайки, за комментарии. Буду стараться дальше для вас, для того, чтобы вы оставались довольными. И сегодня у нас два брата-акробата, братья Шепс. А мы сегодня будем смотреть их гороскопы, потому что я сейчас просто залипаю на битву экстрасенсов, битвы сильнейших 2023. В области матки у вас шевеление, чувствуете, голубушка, шевеление? Если вы тоже, как я, большой фанат битвы, и вам тоже нравятся какие-то участники, пишите, кого еще разобрать, чьи гороскопы посмотреть. Давайте искать их магические способности в картах, которые, кстати, есть у каждого из вас. И будем, если хотите, посмотрим их еще на Таро в конце. Так что оставайтесь до конца, и все узнаете про Александра и Олега Шепса. Ну что, Олег, ты готов? Всегда готов, как узбекский плов. Начнем мы со старшего брата, с Александра, который по солнышку стрелец, значит, луна у него в Деве, луна напряженная, луна не имеет ни одного гармоничного аспекта. Что говорит луна в Деве? Луна в Деве вообще, на самом деле, очень сильный прагматик. И поверить в экстрасенсорные способности луне в Деве достаточно непросто. Именно поэтому он достаточно критично, прагматично смотрит на своих конкурентов. Потому что, знаете, Дева в своей сути, она большой такой критикан. Особенно у людей, у которых луна в Деве. Они знают, как надо, и критикуют всех подряд. Луна, при этом битая ураном, в плюсе при проработке этой интуиции, а в минусе это нервные-нервные срывы. И мы можем даже по битве наблюдать у Александра и нервные срывы, когда он абсолютно как будто бес в него вселяется. Но это вот, вы можете увидеть такое напряжение от урана. Дети до семи лет отдают всю свою энергию мертвым. После захода солнца нельзя заходить на кладбище. Луна, бита Юпитером. В оппозиции с Юпитером это говорит о том, что мама в тот момент, когда Сашу производила на свет, она была недовольна своим социальным положением, считала, что она достойна большего. И очень переживала за то, кто я в этом мире. А Венеру и Александра, так же, как у меня в Скорпионе, в соединении с Плутоном. Там же находится Меркурий в Скорпионе. Меркурий в Скорпионе, вообще Скорпион это один из самых магических знаков. Давайте разберемся. Эзотерика и магия стоят под покровительством таких знаков, как Скорпион, Рыбка и Рак. То есть, вот эта водная стихия, она дает как экстрасенсорные способности, интуицию, так и веру в чудеса. Но и дает, конечно, в минусе очень много чего плохого. Если вы хотите посмотреть про ваш знак Зодиака, подпишитесь на канал и введите ваш знак Зодиака, и вы найдете видео про свои знаки Зодиака. Все есть на канале. Но вот Скорпион, Рыбка и Рак, они более предрасположены к магии. Также за магию в натальной карте отвечает Нептун и тот самый Юпитер. Когда мы видим напряженный аспект от Юпитера, мы также можем понимать, что Александр будет на протяжении всей жизни воевать с социумом, то есть, настраивать людей против себя, это у него получается хорошо. Вот, а Юпитер напряженный, это, ну, немножечко такое обесценивание других, ощущение, что я самый умный. И плюс это все прикреплено тем, что у Саши, у Александра Шепса, солнце тоже находится в стрельце. Вообще, я не знаю, я не слежу за их жизнью в целом, ведет ли Александр какие-то курсы, но вот наставничество, обучение, это все прям по стрельцу ему обязательно категорично нужно. Венера волшебная, как я уже поняла, как я уже вам сказала, так как много Скорпиона Меркурий, это мысли, слова и речь, он тоже находится в Скорпионе. Если у вас Меркурий в Скорпионе, а вы не разговариваете с духами, то это не астрология врет, а то, что вы просто свой талант не развили, также вы его можете развить в психологии, в астрологии, то есть вам не обязательно с духами разговаривать, это уже, как говорится, как говорится, ваше дело. У Александра Марс находится в рыбках, значит, что добавляет ему еще и эзотеричных способностей. Абсолютно гармоничный личностный Нептун, который дает гармоничный аспект к Венере, чувствование, гармоничный аспект к Марсу, в том числе это его женщины, которые так или иначе будут все волшебницами. Мы про одну знаем, если вы фанаты битвы экстрасенсов, это была Мерлин Керо, ведьма. И вот эта вот привлекательность эзотеричных женщин, это в том числе от Луны, то есть мама такая достаточно эзотеричная, достаточно волшебная, и все девушки в жизни Александра будут с способностями. Как я уже сказала, экстрасенсорные способности, их больше у водных знаков зодиака, таких как рак, рыбки и скорпион, но развить может каждый. Планета Нептун есть абсолютно у всех. Я являюсь по солнышку девой, но у меня сильный Нептун, и поэтому он меня увлек в астрологию. Я, дева по солнышку, также являюсь критично ко всяким течениям, то есть я не верю всем подряд, но при этом, если хочется поработать свои интуиции или развить третий глаз, это может сделать абсолютно каждый из вас. Вам нужно просто найти правильного проводника и правильный инструмент. Например, со мной разговаривают натальные карты, с Александром Шепсом разговаривают духи и предки умерших. В каждом из вас есть тот инструмент, который позволит вам сонастроиться со вселенной и разговаривать с ней. Поэтому никаких особых для этого талантов и уникальных каких-то способностей не нужно. У каждого из нас в роду кто-то колдовал, ворожил, делал таро или просто увлекался этим. И когда вы идете, например, изучать астрологию, я вам всем обязательно подарю под этим видео бесплатный курс «Космический астролог». С помощью астрологии вы возьмете просто этот инструмент, который легко проверяемый, в нем сложно ошибиться. У астрологии есть доказательная база. Вы можете сказать так, ну Марс в рыбках волшебник, Луна в деве критикан, Солнце в стрельце, великолепный учитель и наставник. Поэтому тут вот все сошлось в карте у Александра. И давайте посмотрим на его родного брата Олега Шепс. Я вам скажу по секрету, Олег мне нравится намного больше еще до разбора натальных карт. Вот, конечно, понятно, что между братьев не выбирают. Ну, по-хорошему надо не выбирать. Все-таки одна семья, одна кровь. Но когда они вместе на экране, все равно так или иначе отдаешь кому-то сердечко. Мое сердечко, конечно, у младшего, у Олега. Что интересно, рыбка в нем тоже есть. Значит, если у Александра Марс в рыбках, а Венера в скорпионе, в воде, то у Олега Венера в рыбках в соединении с Юпитером, тот, который тоже отвечает за магические способности и интуицию, психологию, понимание людей, глубоко чувствование мира, это все у Олега тоже есть. У Олега Луна в близнецах. То есть, смотрите, мама, когда в 86-м рожала Александра, у нее было состояние Луны в деве. То есть, она была озабочена какими-то бытовыми, денежными вопросами, финансовыми вопросами. То есть, вот материя была озадачена. Да, она была бита Юпитером, ей хотелось большего, и бита Ураном, она вот была в таком нервозном состоянии. Что через года прошла мама? Какую трансформацию? По карте Олега Луна уже в близнецах. То есть, близнецами и девами управляет один и тот же самый Меркурий. Мама из материального мира уже пошла больше в информационные знания, информация. Может быть, она в этот момент училась или учила кому-то чего-то. То есть, вот Луна в близнецах – это мама, которая постоянно на информационной игле. То есть, постоянно чему-то учится. А позиция, которая была у старшего брата, трансформировалась в квадратуру. Я считаю, что это все-таки позитивный рост. Да, мама до сих пор не была довольна своим положением. Она все так же не получила свою известность, не получила свою популярность. Чем самым сейчас оба сына занимаются, отдают маминым аспектам дань. То есть, грубо говоря, популярность Олега и Александра – это дань маме, которая хотела популярности очень. Могла этому не признаваться, никому не рассказывать. Но вот дети сейчас получают популярность. По факту мы можем сказать, что этой популярностью у Олега и Александра управляет напряженный аспект. А мы понимаем, что напряженный аспект, когда мы с ним не занимаемся, не прорабатываем его, он управляет нами. Соответственно, дает как плюсы, так огромную армию хейтеров, истощение, публичный позор. И, в общем-то, и у одного, и у второго брата это либо еще впереди, либо уже я просто не слежу за ними. Я не знаю, как они там сталкиваются, с какими скандалами, но вот людей они будут бесить. И бесить не слабо. Так, например, если вы не смотрели выпуск про Елену Блиновскую, ее Юпитер подвел под ту ситуацию, в которой она сейчас находится. Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ты врушка! Ты такая врушка! То есть это может быть абсолютно публичные угрозы, преследование правоохранительных органов. То есть у обоих братьев есть эта опасность. И эта опасность, она решается прокачиванием Юпитера. И что одному, что второму, но нужно ее, конечно, прокачивать с помощью эмиграции, с помощью ведения курсов и огромную часть сливать на благотворительность. То есть отдавать благотворительность. Наверное, они сейчас этим занимаются на битве экстрасенсов, можно сказать, да? Но тут по масштабам должно быть еще больше. Вот. Значит, Луна в Близнецах против Луны в Деве. Олег приятнее по общению. Вы можете это даже посмотреть по одной серии, и вы увидите, что Луна в Деве, Александр, более закрытый, скрытный. И знаете, вот как будто вот немножечко, да, от него, ну так вот, Луна в Деве, к***юк, назовем это так. Луна в Близнецах – это душа компании. Это человек, который нравится автоматически больше. То, что Луна в Близнецах, я вижу мир как место, где нужно дружить, общаться, познавать информацию. Очень он, вот Олегу брат нужен старше, сильнее, чем Александру. То есть, например, Луна в Близнецах, настроение может портиться от плохих отношений с братом и с братьями и сестрами. Не обязательно с Александром. То есть, Олег от Александра и от настроения Александра зависит больше. Сегодня мусор выбросуешь ты, кофе готовишь. Дай последний раз, последний раз, пожалуйста, еще. Давай, кто сейчас выбирает, тот является победителем битвы на все времена. Ну, эту зависимость, конечно, можно изменить, если Олег будет над этим работать, если он захочет. Вот, но у обоих братьев есть вот этот вот аспект с Юпитером. Я умный, мое мнение правильно, все вокруг б***. Посмотрите, как он сильно виден на экране. Посмотрите просто. И если у вас есть такой аспект, просто задайте себе вопрос. А как часто вы даете людям непрошенные советы? А как часто вас люди за спиной обсуждают, и вы потом это находите, и такие, ой, ну люди г***ли. Люди – это ваше зеркало. У Олега солнце в тельце, Марс в тельце, у Александра солнце в стрельце, а Марс в рыбках. Папа тоже проходил трансформацию. Я не знаю знака зодиака их папы, и я не знаю, когда он пришел к себе, к настоящему, когда создавал Александра, и Александр его увидел стрельцом. Папа такой, знаете, умный, на коне, летящий куда-то в какие-то дальние дали. Либо он увидел его, правильно его увидел Олег, тельцом, таким созидателем, сохранятелем, никуда не летящим. Вот интересно узнать его папину, папины данные, для того, чтобы понять, кто из сыновей правильнее увидел папу. Папа был в каком правильном состоянии. Но если говорить по аспектам, у старшего сына солнце в стрельце, да, папа наставник, мудрец, куда-то летящий, знаете, с какими-то мыслями в будущее, а у Олега он уже вообще никуда не летит, он просто, просто сохраняет энергию та, которая есть. У Александра есть аспект солнца-марс. Если вы не смотрели самый говняный аспект в карте мужиков, посмотрите это видео на канале, это вот аспект солнца-марс, который есть у Александра. У Олега такого аспекта нет. У Олега солнце в соединении с Марсом. То есть, грубо говоря, когда, к 98-му году, папа Шепсов, грубо говоря, телец, созидатель, сохранятель, такой где-то замедлился, где-то заземлился. Но папе все равно очень и тревожно, и у него есть желание уплыть в параллельную реальность. Насколько я помню, они говорили, что у них силы от мамы, но это неправда. У них и папа обладает силами, может быть, просто он непроявленный, потому что как будто, знаете, вот за эти практически 10 лет, которая разница между одним ребенком и вторым, папу как будто мама, конечно, подзадавила. У Солнца появились напряженный аспект с Нептуном. Это желание уплыть в параллельную реальность, либо магические способности. И напряженный аспект с Ураном, нервотрепка. Папа как-то на каких-то эмоциональных качелях тоже может говорить про непринятие своих способностей. Но у Олега, у папы состояние такое более нервозное, более такое желающее выскочить из семьи, я бы даже сказала. Есть такая вероятность. И у Олега есть аспект Луна в квадрате с Венерой. Тоже один из напряженных аспектов в личной жизни. У Олега уже будет конфликт между девушкой, которая сильно нравится, будет нравиться волшебнице, как и брату, и той, с которой он свяжет жизнь. Связать жизнь он может с подругой, у которой нет никаких эзотерических способностей, которую он просто спасал, спасал, спасал и доспасался. Прекрасные, прекрасные женщины, то есть вот этот вот конфликт Луна-Венера в карте Олега, это конфликт между ролями мамы, любовницы и жены, волшебницы и матери, у которой не смогла совместить в тот момент, когда Олег появился на свет, их мама. И из-за этого причина напряжения в личной жизни у Олега может быть, из-за того, что те, кто нравится, волшебные девушки, этого недостаточно. А совместить эти качества практически невозможно, их надо совмещать самому Олегу. Вот такие два прекрасных брата-акробата. Мы можем что сделать, какие выводы? Ну, во-первых, если говорить про семью, папа почувствовал себя, но начал как-то закипать от одного брата к другому. Мама частично решила свои, конечно, вопросы, стала более открытой миру, но при этом как-то потеряла свою женственность, свою магическую силу, уже когда был Олег, вот, появлялся на свет. Сами два брата. Олегу сильнее нужен Александр, чем Александр Олегу. Александру нужно решать свой вопрос «Солнце-Марс», потому что это не подарок Александр, прямо не подарок. Он критичный, и в отношениях, и по жизни. Олег более приятный, я бы сказала, добрый, более открытый, и более сочувствующий, чем его старший брат. Ну что, берем карты Таро, смотрим, что между ними на самом деле. Чем мне нравятся такие разборы, когда ты разбираешь целую семью, что мы, во-первых, можем посмотреть энергию по роду, как менялась ей взаима, как бы, ну, замещалась, деградировала, или, например, наоборот, росла, допустим, вот, мама и папа, то есть мамина и папина состояние. Почему я обожаю делать 3D-консультации, когда, например, мама, папа, ребенок и двое детей. Мы прямо можем посмотреть, кто просел, кто, наоборот, проработал. Это вообще так интересно делать вот именно такую родовую раскладку. Жалко, у нас нету мамы и папы. Так бы мы прямо посмотрели, кто, куда, когда, и было бы больше для нас ответов. И когда вы можете пойти и попасть на такую 3D-консультацию, это просто, во-первых, вы узнаете не только про своего ребенка, его сильные и слабые стороны, хотя у вашего ребенка нет слабых сторон, но особенности, какой нужен учитель, где нужна мотивация. Вот так вы еще в карте ребенка очень много ответов найдете для себя. Это просто потрясающе. Давайте посмотрим, у Александра и Олега Шепса, есть ли на самом деле между ними борьба и конкуренция, либо они, как говорится, нам, назовем это так, врут. Давайте посмотрим, что между Александром и Олегом Шепсом, какой они процесс проживают, и потом узнаем про их конкуренцию. Я за то, что конкуренция есть со стороны Александра. И за то, что хорошее отношение у них держится до тех пор, пока Олег со своим терпеливым Солнцем и Марсом в Телеце терпит. Но не забывайте, Телец терпит-терпит, потом как даст просраться, что Стрельцу мало не покажется. Не бесите быка. Но давайте посмотрим, что сейчас между Александром и Олегом Шепсом. Александр, 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 Олег, Олег, Олег. Ну, такое сейчас братья проживают, такое. У Александра в ресурсе я учитель, я иерофант, я тут старше, я лучше знаю. Сейчас какие-то пораженческие мысли, страх поражения, и впереди у них ждет неприятный эмоциональный разговор, который может прям поставить паузу в их отношениях. У Олега в ресурсе страх, страх потерять брата, страх перед братом, может быть. Сейчас давайте посмотрим, чего боится Олег. Олег боится, что потеряет, здесь такая карта, ожидание, страх ожидания, страх какого-то потери времени на вот какую-то ситуацию с Александром. Значит, как он проживает это все? Ну, пытается идти через любовь, пытается к Александру достучаться, достучаться душевностью, потому что я еще раз сказала, Олег действительно более душевный, тут карта у него выпадает любовь. Чтобы вы понимали. Вот, и... Да, будет конфликт между братьями. Ну что, Олега раз... сильнее. Олега эмоционально вы... этот конфликт, этот разговор. Опять, о чем разговор, я уточнила. Карта сила, кто сильнее, кто главнее. И Александр еще как-то влияет на Олега финансово. То есть тут еще финансовый какая-то будет выкид со стороны Александра. Ну все, ну, а Олега что? Его эмоционально... эмоционально раз... У него есть своя воля, своя сила. А потом... А потом будет страдать. Потом будет печалиться и грустить. Ну так, напряжение действительно... Отношение действительно напряжено. Нифига не... 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 Не показ... Не показное. Ну, тут уже даже не имеет смысла смотреть, есть ли между ними конкуренция. Понятно, что есть. Давайте посмотрим, как Александр смотрит на Олега. Опять эта карта. Ой, ну все. Все. Что-то там, ребят. Черная кошка пробежала между шепсами или пробежит в ближайшее время, или уже бежит. Опять в ресурсе разговор либо завершения отношений, либо прояснение ситуаций. В голове у Александра на Олега мне не хватает какой-то информации. В действиях подавления, или я называю эту карту, ушел в залупу. Все. Я на расстоянии. Все. Вот. И в чувствах... В чувствах вялости, разочарования, ну, грусть, тоска, расстройство. Ну, Александру... Хреново. Давайте посмотрим, как Олег смотрит на Александра. Слушайте, ну, эта история очень напряженная. У них и карты напряженные. И, конечно, хочется пожелать им, чтобы они нашли общий консенсус, но, знаете, отношения всегда строят двое. Ко мне часто приходят на консультацию, говорят, вот, я хочу там спасти семью, а отношения, посмотрите, как на меня смотрят там Вася, Толя, не важно. Но отношения должны хотеть сохранить оба. То, что вы посмотрите, и вы хотите сохранить, ничего не решит. Так, поехали. Олег на Александра. Ну, у Олега более ресурсное состояние. Он что, победил в битве? Я не знаю. Еще нам же показывают записи. Ну, слушайте, ну, судя по всему, победил или побеждает, потому что здесь карта победы, здесь карта приобретения, большие деньги, большое удовольствие. В действиях он, конечно, себя ограничивает. Ограничивает свою силу. Олег ограничивает свою силу рядом с Александром. Блин, грустно. Мне стало грустно. Я хочу, чтобы братья жили в мире в любви и в поддержке. Но Александр слишком гавняный характер. В целом, Олег на Александра смотрит лучше, чем Александра на Олега. То есть, более ресурсно, более по-доброму, более с какими-то целями и планами. Но Александр пока, вот я не знаю, что у них сейчас, на начало октября, он в какой-то... Меня нет, вернусь нескоро. Ну, понятно, Олегу с ним непросто. Как вам вообще выпуск? Как ваши отношения с братьями и сестрами? Видите ли вы в этом, допустим, если у вас конфликт, видите ли вы в этом потерю вашего ресурса? Могу вам сказать, что если вы близнецы, если у вас много близнеца третьего дома и у вас конфликты с братьями и сестрами, это действительно подрывает ваш ресурс, в том числе вашу удачу, ваши деньги. Вам с этим нужно что-то делать. Но начните с бесплатного курса, может быть, вы все про себя поймете. Я желаю вам мира не ругаться, не конкурировать, понять, что места в этом мире прекрасном хватит для всех, а вы все уникальные, прекрасные, любимые. не забывайте делиться этим видео, для меня это будет очень-очень приятно. Люблю вас, пока-пока.